В Омске расселят два аварийных дома. Двухэтажки с половыковой истории на Кировской и Суриково снесут. Появится ли что-то вместо них неизвестно, а жители других районов города страдают от точечной застройки. Получается, что чем дольше город существует, тем сложнее его карта. Путаются адреса, исчезают и появляются улицы. Где можно заблудиться даже с навигатором и чем может грозить отсутствие таблички с номером дома, знает Светлана Иловнарова. Девятая. Видите, адресов не видно. То есть адресов вообще нет. И приходится искать. Дмитрий Харченко – водитель со стажем. За 15 лет ни одного ДТП. Только таких и берут в скорую помощь. Их профессионализм часто решает, жить пациенту или умереть. Но даже Дмитрий в своем родном городе иногда теряется. В Омске, где площадь частного сектора десятки квадратных километров, проблема нумерации домов стоит очень остро. Бывает, что таблички убирают сами хозяева. Сайдингом дома обошьют. Ну, видать, на табличке денег жалко людям. Все, вот приходится искать дома. А время идут на секунды, на минуты, если человек какой-то тяжелый. На подстанции скорой помощи работают операторы, которые специально заучивают проблемные адреса. Ведь даже в новых жилых микрорайонах номера дома могут присваивать хаотично. Нумерация домов появилась в России в 19 веке. По сей день принцип не изменился. На одной стороне улицы дома с четными номерами, на другой – нечетными. Первый дом стоит в начале улицы. Дом с последним номером в конце. Здания, что имеют прямой выход к дороге, обозначают целыми числами. Тем, что в глубине жил массива присваивают корпус. Бывает, что даже новые районы проектируются шибками. Так произошло в Томске. Поселок Светлый. Когда его застраивали, забыли изменить временную нумерацию на постоянную. И теперь, почему рядом с 60-м домом стоит 23-й, могут объяснить только строители. В соседнем Новосибирске, на улице Левый берег Каменки, старейшей в городе, стоят лишь пара зданий. Их номера – своеобразная достопримечательность. Например, дом номер 1486. От некогда длиннейшей улицы города, где стояли почти 2000 домов, осталось всего 80 метров. Здесь еще в 70-м году в школу ходил. Нет, в 68-м, наверное, на строительные вагончики стояли. На вагончиках был план, все, здесь должна быть школа. Как правило, неразбериха с адресами происходит из-за отсутствия плана застройки. Когда ветхое жилье сносят, новому дому на его месте присваивают не старый номер, а новый, с дробью или корпусом. В советское время находили деньги перенумеровывать дома после сноса. Это очень дорогостоящая процедура. Люди меняли документы. Но тогда это все за счет государства делалось. Сейчас человеку надо менять кучу документов. Это все сейчас частная собственность. Покончить с неразберихой можно. Нужно пересмотреть план застройки городов. Иначе жителям так и придется запоминать меняющуюся ежегодно номерацию. Светлана Еловнарова, Мария Черешнева и Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск.